Приветствую вас и, как мне видится, вы свою проблему на данный момент решать не хотите. Почему? Потому что, во-первых, вы писали свое первое сообщение в спешке, во-вторых, вы заведомо задаете не совсем корректные вопросы, например, как доставить в себя влюбиться, или как мне поменять свой типаж, тогда как это, как правило, именно то, что составляет нашу индивидуальность и нашу особенность, то есть мы влюбляемся в тех, кто нам нравится, и образ которых у нас формируется. И я бы сказал, что изменять этот образ можно лишь только тогда, когда от этого идет вам вред. Что касается того, что вы говорите, как заставить в себя влюбиться, если честно, я вот даже не знаю, вы серьезно это говорите, или может быть вы, ну, шутите так, потому что вы действительно полагаете, что можно заставить себя влюбиться, то есть в творческий процесс, которым является любовь, значит, подвергать какому-то насилию, систематизации, регламентированию, рафинированию, осмыслению и так далее. Вы правда считаете, что в этом случае можно построить любовь? Вы правда считаете, что в этом случае вы и ваш мужчина будете счастливы? Далее, что касается того, что у вас в семь лет была травма, да. Так, вот вы здесь пишите, когда мне было семь лет, до меня домогался мужчина, и после этого я скована в сексе, я не люблю, когда меня кто-то касает. Вот здесь кроется проблема всего, о чем вы говорите, то есть здесь есть защита от мужчин, и я полагаю, что целенаправленно вы ставите себя в такую ситуацию, в которой вы не можете быть с мужчинами, потому что у вас есть страх перед ними, то вы считаете, что мужчины, они вот такие, что вы боитесь прикосновений, вы боитесь контакта, вы не признаете себя сексуальной, вы считаете, возможно, вы не признаете себя привлекательной, не принимаете себя такой, какая вы есть. И здесь можно говорить о том, что вы стали жертвой насилия, да. Но при этом, почему вы стали жертвой насилия? То есть вы стали жертвой насилия не просто так, а вы стали жертвой насилия потому, что у вас был определенный кризис в отношениях с родителями, может быть. Кризис в отношениях с другими людьми. Когда? На тот момент 7 лет. Потому что в противном случае, вы бы адекватно отреагировали бы на то, что с вами произошло. Поскольку вы этого не сделали, я полагаю, что имелся какой-то кризис тогда, что обусловил то, что вы оказались в этой ситуации, в ситуации, что мужчина вас домогался. И приняли решение не признавать свою сексуальность, не признавать, как нормальным, как нормальную модель поведения мужчин, когда они к вам пристают, хотя это абсолютно нормально. То есть это здоровая реакция мужчин, если он пристает. Вот. Вы приняли решение не уметь защитить себя от нежелательных действий, а вы приняли решение закрыть себя от отношений с мужчином. Понимаете? И подобная практика, когда всю ответственность за произошедшее вы возложили на других, на другого человека, а не на себя, всю ответственность, подобная практика мне представляется весьма-весьма эффективной для вас. То есть вы, мне кажется, достаточно часто используете эту практику. Мужчина говорит о любви только когда пьян, значит он плохой, особенно если он не поздравил меня с праздником. Мужчина, который поздравил меня, приехал с конфетами и цветами, он хороший, потому что он проявил знаки внимания. Но что за этим кроется за знаками внимания, вас как-то не интересует. Что стимулирует человека так поступать, вас тоже не интересует. Понимаете? И вот это является важным тем, что вы не интересуетесь своими собственными мотивами и не интересуетесь мотивами других людей. То есть не пытаетесь понять себя и не пытаетесь понять других людей. А самое главное, вы не пытаетесь понять своих родителей, которые говорят вам, равно как и друзей, что встречаться с нерусскими, да, это не мовито. Но простите. Когда вы ответите себе, именно себе, на вопрос о том, какое имеют право, дружня и родители диктовать вам, с кем строить свою личную жизнь. Вот когда вы ответите сами-сами себе на этот вопрос. А также, когда вы спросите себя, что мне дает тот факт, что я позволяю, значит, другим людям диктовать мне условия, значит, условия построения своей жизни. Вот тогда вы и увидите то, почему вы находитесь в таком вот положении, в такой дилемме. Понимаете, вы тогда, когда оказались под воздействием мужчины, который вас домогался, вы тогда уже проводили, значит, психотическую модель поведения. То есть, нуждались, нуждались в других, ну, в другом человеке, нуждались в его мнении, нуждались в его знаке внимания, нуждались в его позитивной обратной связи по отношению к вам и так далее. И вы нуждаетесь в этом, по сути дела, и сейчас. То есть, ничего не изменилось с этой позиции у вас по отношению к себе абсолютно ничего не изменилось. И поэтому вы не можете выстраивать отношения с другими людьми именно по той причине, что вы руководствуетесь не своими желаниями, а желаниями других людей. Какое вам дело для того, кто думает что? Какое дело для того, чего хотят другие люди? Какое вам дело для того, чего хотят ваши родители? Это ваша личная жизнь, это ваш выбор, это ваше поведение. Понимаете? И здесь не место родителям, друзьям и так далее. Да, может быть, они не примут то, что вы выбрали. Может быть, они не примут то, что вы сделаете. Но это их право. А ваше право? Ваше право принять их решение и самой идти дальше. Ибо получается в обратном случае, что свою жизнь, свою личную жизнь вы устраиваете в расчете на других людей, не на себя. Получается, что вы в своей личной жизни руководствуете с интересами других людей, не своими. И это приведет только к тому, что вы будете неудовлетворены. Вам сейчас 28 лет, у вас отношений не было 4 года. Я понимаю, что вы неудовлетворены, я понимаю, что у вас хочется отношений, я понимаю. Но дальше, если вы ничего не измените, будет только хуже, потому что вы действуете по сценарию своих родителей, которые говорят вам, что отношения нужно строить только с определенными людьми и, соответственно, только на определенных основаниях. Скорее всего, на основаниях верховенства этого самого мужчины. Вот. Понимаете? То есть, здесь нужно увидеть, когда вы действуете себе во вред, да, а когда себе на пользу. Прислушиваясь, например, к тому, что говорят ваши родители. То есть, если родители говорят с позиции, например, заботы. Если родители говорят, например, с позиции действительно того, что для вас правильно, того, что для вас важно, того, что для вас здорово и так далее, это одно. Если родители говорят с позиции критики, то есть критикуют ваш выбор, критикуют ваше решение, на которое вы имеете полное право, то от этого нужно отказываться, от этого нужно отдаляться, говорить, нет, это не мое, нет, это не ваш выбор и не ваша жизнь, понимаете? И отсюда ваши стереотипы, предрассудки, которые связаны с условностями, русскими, русскими и так далее. Везде, в любой нации есть свои люди, есть хорошие, есть плохие. И я уверен, что вы об этом знаете. Я уверен, что вы знаете об этом, поэтому ваш вопрос кажется мне немного странным. Потому что вы пишете такие вещи для 28-летнего человека, которые, ну, либо являются троллингом, либо вы находитесь в очень сильном психотическом состоянии, то есть вас очень сильно занижали, вас очень сильно принижали, вас очень сильно и постоянно помещали в определенные рамки. И вы просто-напросто не умеете делать свой выбор, не умеете принимать именно свои решения, не оглядываясь ни на кого бы то ни было. А как быть с друзьями, если они не принимают ваш выбор, да? Если они говорят, вот ты сделал плохой выбор, все, мы тебе больше не друзья. Разве это, друзья, с теми или вы людьми находитесь? Далее, значит, мне очень сильно нравятся темноволосые и криклазые мужчины, хотя сама я светлоруссия с серыми глазами и белой кожей. И такой типа-тибаш мужчин мне нравятся еще с детства. Ну и что? Ну вот нравится вам темно-то темноволосые и криклазые мужчины. И что? Ну, можно вернуться в детство и посмотреть, с каким именно образом для себя вы ассоциируете этот образ. То есть вот подобный типаж. Потому что в жизни важно не типаж, а именно индивидуальность. Именно умение увидеть человека внутри. Его внешность, цвет волос, цвет глаз, не имеет никакого значения. Но для вас внешность имеет значение. Это значит, что внешность с чем-то связана. Внешность с чем-то ассоциируется. Я предложил бы вам подумать, с чем ассоциируется внешность мужчины у вас из детства. И мы придем к тому, что за собой это влечет. Потому что именно типаж мешает вам устраивать адекватные отношения с мужчинами. Ну, потому что есть только типаж, и кроме типажа, больше вы ничего никого не воспринимаете. С другой стороны, если вам нравятся темноволосые и криклазые мужчины, то ради бога. Взаимодействуйте с ними. Но при чем здесь то, что вы из светло-русия с серыми глазами и белой кожей? Я, если честно, не понимаю. Где связь? Я влюблялась в таких мужчин, и... Три мужчины за всю мою жизнь, были такого типажа. Здорово. Опять же... Я не очень понимаю, для чего вы это пишете. А я живу в городе, где много приезжих и уже обосновавшихся тут кавказцев. И часто они подходят знакомиться, но я не знаком... Не знаком... Не знаком... Не знаком... Не знаком... А что плохого в том, что мужчина с вами знакомится? Какая разница, кавказец он или не кавказец? А я побаиваюсь их, так как знаю, что русских девочек не очень любят. Кто вам сказал? С ними только гуляют и не женятся. Но вы знаете, у меня как минимум три примера, что это не так. Кто вам вносил эти стереотипы и предрассудки? Вот с этим нужно работать. К тому же мои друзья считают, что встречаться с кавказцем... То ты чернильница. Не уважают кто из таких. Какое вам дело из удовольствия считают ваши друзья? Если друзья хотят, чтобы вы были такая же, как они, и не желают вам счастья, то я уже говорил, что это не друзья. Я пробовал... У меня... Так. Я пробовал себя перебороться, влюбиться в светловолосого, голубоглазого, больше подходящего к своей внешности и национальности. Какая у вас была мотивация это делать? Влюбиться в светловолосого, голубоглазого нельзя, как нельзя влюбиться и в темноволосого, и голеглазого. Понимаете? Дело здесь не в типаже. Не типаж вызывает любовь, а нечто же совсем другое. Только, судя по всему, ни ваши родители, ни ваши друзья не имеют никакого представления о том, что такое любовь. Так, значит, ну не могу. В чем причина, как перебороться себя? Вот этот вопрос очень странный, я бы сказал, некорректный. Причина в том, что любовь это творчество. Творчество это спонтанность. Понимаете? То, что вы делаете, это вы подавляете в себе это творчество. И если будете продолжать в том же духе, то что вы вообще не сможете ни в кого влюбиться. Перебороть себя означает подавить свои желания и стать несчастным. Если вы хотите так делать, если вы хотите, то это ваш выбор. Но я, как психолог, не могу в этом участвовать, потому что моя цель помогать людям и дарить им счастье, а не наоборот. Причина вашего одиночества не в том, что вы не можете влюбиться в других, а в том, что а вы боитесь мужчин, об этом я говорил, б вы ориентируетесь на мнение других людей. То есть вы живете своей личной, обособленной от других жизнью. И в у вас нет личных границ. Если вы хотите узнать про личные границы, то напишите мне в личку, я вам пришлю аудиоответ. У меня есть, где я рассказываю обробно про личные границы. То есть как отделять себя и других людей. Есть на работе мужчины, которые проявляют на это внимание. Мы ходим с ним на свидание, но они больше дружеские. Я когда-то думаю, что когда-нибудь возникнет чувство к нему, как бы оставить себя влюбиться. Вы на полном серьезе задаете этот вопрос? Опять же. Вы на полном серьезе считаете, что могут возникнуть чувства? Откуда у вас такая позиция? Откуда она? Родители того же мнения, это надо встречаться с русскими. Но вот родители того же мнения, это да. И вы следуете родительскому сценарию здесь. Почему родители определяют, как вам жить? Вам нужно самой. Решать. Вам нужно самой завершать ошибки. Вам нужно самой набираться опыта. В отношениях. Да, через боль, через разочарование. Но самой. Только так можно что-то, чего-то добиться. Проблема в том, что где я живу, очень мало русских. 70% не русских. Но знаете, у меня не придает ощущение, что вы либо троллите, либо вы действительно не понимаете. Но тогда вам нужна серьезная работа с психологом по избавлению от всех этих предрассудков. Я вам рекомендую почитать книгу. Я умею прыгать через лужи. Прочтите ее. Она есть в интернете. Бесплатно ее можно скачать. Я надеюсь, что там вы сможете для себя увидеть что-то новое. Также я рекомендую вам посмотреть, что есть стереотип. И чем он отличается от предрассудков. Понимаете? Для чего нужен стереотип? Для чего нужен предрассудок? И что такое сексизм? К вашей ситуации напрямую это не относится, может быть. Но прочтите. Принцип здесь один и тот же. А также расизм. Что же, я полагаю, вы знаете, что это такое. Вот то, что вы делаете, это расизм. Один парень ухаживал за мной, и мне он очень нравился. Он был такой, как мне всегда хотелось, по своим поступкам, поведению, внешнему. Он очень хорошо ко мне относился. Предложил мне встречаться. Я согласилась, но не настаивал на сексе. Но он был не русский, и мой отец сказал, что такой тебе не женится никогда. И я разорвала с ним связь. Вот чем обусловлено то, что вы послушали своего отца? Это первое. Второе. Почему вы мнение своего отца ставите выше своего? Третье. Было ли кроме того, что вы перечислили, в этом молодом человеке что-то еще? Помимо типажа. Лично я не почувствовал особой разницы между русским и нерусским, он точно такой же парень, а такой иногда дурак. Ну вот здесь идет принижение мужчин. Я так полагаю, что это вследствие всего того же события в вашей жизни, которое произошло. Потому что в данном случае дурак означает ребенок. Ребенок означает несерьезный. Отношения можно строить с людьми только, если и вы, и он будете взаимодействовать со своими детскими состояниями, со своими желаниями. Не взрослые строят отношения, а именно дети в людях. Он сам из моего города, так, он туда закончил школу, сначала отработал, говорит по типу того, что, по типу, так, говорит без акцента, ничего, у него нет того, что пишет в интернете. А какая разница, что пишет в интернете? Скажите мне, пожалуйста. Зачем читать то, что пишет интернет в интернете? Ибо у каждого свой опыт. Так, он ухаживает намного лучше и больше. Так, тут мужчина с работы. Тут мужчина с работы, он ухаживает больше и лучше, чем кого? Чем кто? У вас какое-то сравнительное здесь идет сравнительная оценка. Сравнительная оценка также есть хорошо по отношению к людям. Людей нельзя сравнивать, а людей можно воспринимать только по отдельности. То есть, если кто-то ухаживает меньше и хуже, то все. Он не человек, что ли? В интернете пишут много страшных историй, что они все бьют своих женщин. Нет, они бьют женщин только если позволяют. И бросают с детьми, тоже только если те позволяют. И используют русских девушек тоже, только если те позволяют. Понимаете? Я запуталась, помогите. В чем? В чем помочь? Как помочь? Понимаете? То есть, вам нужно отграничить от себя и свой собственный опыт от оного у других. Вам нужно перестать всю ответственность сбрасывать на других людей. И за себя ответственность брать самой. Отвечаете за себя вы, никто же другой. Так, мне не нравятся брутальные парни, я таких не перевариваю. Мне нравятся скромные и стеснительные. Чем? Ощущение безопасности, опять-таки. А брутальные, не безопасны для вас. Но скромный и стеснительный парень, это тот, с кем, скорее всего, у вас будут проблемы, потому что он подавляет свои желания. И вы свои желания тоже подавляете. Так же, как это делают ваши родители, скорее всего. Или наоборот, в противовес этому. Я написала свое сообщение в спешке, не могла нормально высказать свою мысль. А почему вы писали свое сообщение в спешке? Так вы относитесь к своей проблеме? Не совсем в том вопрос, в том вопросе, в том вопросе, в том вопросе, в том вопросе, в тех двух мужчин, о которых я написал вопрос. Есть тот, кто по всем внешним параметрам подходит моим родителям. Это их право. Это к вам вообще никакого отношения не имеет. Я его не люблю, мне не хочется с ним быть. Так, ну короче говоря, все здорово. То есть, это ваше право его не выбирать. Но только, все здорово. Кроме того, что вы говорите, что он никогда не пишет и не звонит, не поздравляет вас на марта, и так далее, и так далее. Знак внимания не определяется этим. Знак внимания определяется отношением к вам. Понимаете? Я не говорю, что он хороший, но я не хочу, чтобы вы как бы разделяли людей на тех, кто соответствует вот этим вот традициям, поздравляет праздниками, там конфеты, цветы и так далее, и те, кто этого не делает. И на этом строили свое понимание хорошего отношения к вам. Оно не в этом, оно на более глубоком уровне. Когда вы меня говорите, говорит о любви. Это может говорить о том, что мужчина очень глубоко прячет свои чувства и свои эмоции. Но вопрос, что он волнует ли этого вас? Хотите ли вы его понять? Скорее всего, нет. Потому что вы не понимаете себя. Так, видим, что мы только на работе. После работы едем в ресторан, либо кафе. Я говорю, вы всегда не говорите только о своих проблемах. Это опять же потому, что вы позволяете это ему. Дело не в нем, а в вас. В данном случае. Он может говорить все что угодно, это его право. Но кто мешает вам сказать ему, что вы хотите, а что нет? Понимаете? Именно поэтому вам нравятся скромные и стеснительные люди, которые не делают так. То есть вы не привыкли искренне, искренне быть в отношениях. Отсюда и проблема. Ни разу не спрашивал, как дела у меня на работе. Иногда я чувствую себя жилеткой. Так. Не спрашивал, как у вас дела на работе. Я должен был? А зачем, если вы работаете вместе? Какое вам от этого польза? Для чего? Почему бы самой не рассказать о своих делах? Просто вот в паузе, когда он замолчит. Вы ждете, вы хотите чего-то получить, но вы об этом не просите и думаете, что мужчина сам догадается. Это ключевой момент, что вы не принимаете себя настолько, чтобы просить о том, что вам нужно, но при этом ждете от других чего-то и обижаетесь, что они вам этого не дают. Люди не могут вам дать того, о чем вы не просите, потому что они не знают. Ну, по поводу недавнего дня рождения он даже не написал смс. Ну, понимаете, у людей бывают разные мотивы не написать вам смс с днем рождения. Кстати, я поздравляю вас. Вопрос в том, спросили вы у него, почему он этого не сделал? Сказали ли он вам что-то? Вот в чем вопрос. В искренности вашей по отношению к нему, вы что-то требуете от других, но вопрос в том, даете ли вы сами. Есть мужчина, который подходит ко мне, он мне хорошо, комфортно, он мне симпатичен, я не влюблена, но в нем вижу достойного мужчину по его поступкам и отношению ко мне, он не глубоко верующий, он обычный парень. Он мне часто звонит, когда был 8 марта, он с самого утра мне позвонил, поздравил, написал сообщение, затем приехал с цветами и конфетами и поздравил. Это было очень трогательно. Понимаете, это ничего не значит. Абсолютно. Вопрос в том, как мужчина относится к вам. Ни подарки, ни поздравления. Как он относится к вам? Если он поздравляет вас всегда в подарки только на празднике, то будет чем будет так же. И вам все равно будет не хватать внимания. Настоящие отношения и любовь, это не подарки по праздникам, это просто подарки, когда хочется. Так. Он говорит о своих чувствах, всегда надо будет время, чтобы побыть, пообщаться, интересуются мной, моей жизни, моей работой. Ну, я согласен, он гораздо лучше. Да, в этом плане он, видимо, определенно лучше. Но опять же, вам нужно понять его мотив, почему он это делает, вам нужно увидеть, что он действительно делает это для вас, а не для себя. С ним я чувствую себя любимой и желанной, но он не подходит моим родителям, друзьям и т.д. Потому что они русские, как-нибудь. Выбрать того, кто подходит вам, и понять, что другие люди не имеют права решать, как вам жить, по сути. И как понять, кого выбрать. На самом деле, я полагаю, что этот вопрос придет к вам после проработки детско-родительских отношений прямо. То есть, вы сами увидите, что мнение других людей никакого отношения к вам не имеет. То есть, люди руководствуются тем, чего хотят они, а не тем, чего хотите вы. Вот. Понимаете, добираться в своих чувствах, побыть одной, и это здорово. Но нужно, чтобы вы делали это продуктивно. Пока, пока вы мыслите теми категориями, что вы написали в своем тексте, пока вы уделяете много внимания, а, внешности, б, стереотипам, в, мнению других людей, вы никогда не сможете сделать выбор. И так может продолжаться очень долго. Так что, для того, чтобы сделать выбор, нужно, первое, детско-родительские отношения, освободиться от влияния травмы, и третье, это стать более свободным в своих взглядах на отношения и на людей. И последнее, последнее, это то, что вы, находясь семь лет в состоянии беспомощности и не сделав, судя по всему, ничего для того, чтобы из этого состояния выйти, сейчас продолжаете делать то же самое. Нужно вам учиться и находить выход из ситуаций, в которых вам кажется, вы зажаты, выход не всегда. Это вопрос цены. Понимаете? Это вопрос цены. И вот вопрос цены вам нужно решать с собой, не с другими людьми, с собой. Ибо за свой выбор платите только вы. Другие люди за вас его делают, а платите вы. Разве это справедливо? Нужно, чтобы за свой выбор платили вы. Потому что другие люди не будут платить за ваш выбор. Они могут сделать выбор за вас, а вот платить за выбор будете вы. Вот это действительно несправедливо. Это действительно страшно. Страшно. И это то, что делает вас не свободны, по сути. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!